Дорогие мои телезрители, посмотрите внимательно, какие здесь огурцы! Обратите внимание их размер. Вот если вы хотите уехать куда-нибудь ненадолго, дня на два, на три, пойдите в теплицу, соберите все огурчики, они будут не больше вашего пальчика, а некоторые будут и меньше, вот такие, например. Соберите их и вы три дня будете свободны. Но вот такие огурчики законсервированные, ну это же просто цимус, ну на Новый год, да? Ну красота, ну просто слов нет. Сюда мы добавим еще специи, чеснок, лук, морковка, смородина и можно укроп, да, можно укроп, нет. Это как вы захотите. Нам понадобится кипяток, я включила чайник, баночка, куда мы будем укладывать, и крышка. Крышка нужна новая. Все хорошо. Смотрите, объем банки всего литр. Нам таких огурчиков можно, конечно, посадить полтора литра, три литра, это уж как вы захотите. И соль и сахар тоже сюда можно, да. Консервированные огурцы. Консервация, это значит, либо это соль, но с уксусом, либо это стерилизация, либо пастеризация. Для того, чтобы сохранить огурцы на зиму, надо сделать так, чтобы они у нас потом не взорвались вместе с банкой в холодильнике или в подвале. Значит, для этого понадобится соль, сахар, уксус обязательно. Стерилизовать мы их будем, но не так, не погружая банку в кастрюлю и как бы непрямым контактом нагревая эту воду. Стерилизация здесь, все гораздо проще. Банка вымота, ополоснута кипятком с уксусной кислотой. Среда должна быть одинаковая. Мы сделаем рассол, он будет с уксусом. И банка, и крышка, все должно быть из такой же среды. Значит, что первое? Первое мы укладываем, естественно, сюда петрушка. Так, очень люблю, когда там присутствуют кольца лука. И в помидорах, и в огурцах это дает такую, знаете, такую вкусность домашнюю очень туда. Но немного, вот здесь половинка луковички вполне достаточно. Так, морковка. Морковка своя. Несколько кружочков морковки не помешает для аромата. Это не нужно. Чеснок. Вот попробуйте сделать без укропа огурцы. Ну, не надо говорить, что невкусно, вы еще не пробовали. Прям невкусно сразу вам. Два зубчика чеснока, листья смородины. Все помыто, все ополоснуто в той же воде с уксусом. А вот теперь мы начнем закладывать огурцы. Вот как нужно сделать так, чтобы их вошло побольше? Да все очень просто. Смотрите, один огурчик попкой вверх, второй огурчик попкой вниз. Они же по размеру, когда их складываешь, смотрите, вот, смотрите, огурец и огурец. Вот только так занято все пространство. Если их уложить вот так, у вас будут щели. Поэтому вот так вот, валетом называется по-русски, если так, и вот так. Так, огурцы укладываем. Это не самое главное, но хотя, в общем-то, и это тоже имеет значение. Желательно подбирать в одной банке огурцы одного сорта. Почему? Да потому что они же разные по плотности, они разные по содержанию сахара. Они вообще разные. Есть огурцы только салатного назначения, а есть огурцы засолочные. Когда они маленькие, они все засолочные практически. А вот когда они уже здоровые кони, вот тогда проблема, приходится очень тщательно выбирать. Ну, красота еще какая. А теперь малышей укладываем здесь столько, сколько их войдет. У нас другого выбора нету. Вот кривой огурец замечательно. Маленький. Вот еще один кривой. У баночки же стенка такая кривая, поэтому кривые огурцы здесь очень кстати. А маленькие они очень вкусные. Так, это первый ряд. Представьте, что у нас войдет не один ряд даже здесь. Не входит. Убираем. Меняйте местами. Пробуйте заткнуть так плотно, чтобы наименьшее количество было свободного пространства между огурчиками. Посмотрите, сколько их входит. У некоторых в литровую банку столько не войдет, а у нас войдет. Ну вот, это достаточное количество. Вот если я один еще сверху, уже крышка не закроется. Для того, чтобы наша консервация получилась и правильно, и вкусно, мало сделать рассол. Нужно... Что испугались? Нужно трижды залить два раза кипятком и один раз последний рассолом. Рассол мы сделаем тоже очень вкусный. Значит, все. Кипит мой любимый чайник. Заливаем. Семь минут. Посмотрите, видите, выходит воздух. Булькает как сильно. Видите? Вот для этого заливается кипятком наша консервация предполагаемая. Для того, чтобы выгнать воздух из всех плодиков. Будь то помидоры, огурцы, значения не имеет. Либо это там вообще какой-то компот. Надо, чтобы вышел воздух. Семь минут, первая заливка. Семь минут прошло, сливаем первый раствор. Ничего, что огурчик выполнил, ничего страшного. Сливаем. Это чистый кипяток. Здесь ни соли, ни сахара нет. Огурчик назад. Так. Теперь второй раз. Заливаем. Теперь три минуты. Вот если вы сделали все правильно, то есть залили после помывки, залили огурцы чистой водой. И оставили хотя бы на два часа. Это тоже для того, чтобы вышел воздух из пор огурчика. И поры закрылись. Вот если вы этого не сделаете, у вас огурцы вот так вот все в баночке, как старые старички сожмутся. Три минуты, вторая заливка. Просто кипятком. На литровую банку, обратите внимание, вот она литровая банка. Ложка соли. Вы можете использовать тот кипяток, который был в банке для рассола. Ничего страшного нет. Он просто очень ароматный. И естественно на литровую банку две ложечки сахара. И не жидитесь. Да, это не компот. Нет. Вот когда попробуете, узнаете, как это вкусно. А теперь это надо вскипятить. Ну и третья заливка, это рассол. Перед тем, как залить рассолом, мы туда черный горошек перцем положим. И вот этим горячим рассолом заливаем. Заливаем до самого краешка. Вот так. Все. А теперь наша задача правильно закатать. Да, горячо. А вы как хотели. Теперь, что нужно сделать дальше. Вот тут вот все не просто так. Главное, чтобы она не открылась. Аккуратненько переворачиваем. Ну, можно на салфетку, полотенце. У меня тут немножко мокровато. И накрываем полотенцем. Потом еще махровым полотенцем. Можно своей курткой старой. И оставляем до следующего утра. А можно позаследующего утра. На послезавтра. То есть. Это называется глубокая стерилизация. Вот после того, как сутки двое отстоит ваша банка под укрытием. Вот тогда вы отправите ее в холодильник. И это может храниться и не в холодильнике, а просто под кроватью. Или в кладовке в вашей квартире. И ничего этим банком не сделается. Главное, чтобы там в кладовке температура была все время постоянной. Не приходило тепло и не становилось холодно. Трижды залитые огурчики и помидоры стерилизованные хранятся просто прекрасно. Но я надеюсь, что вам понравится то, что там внутри получилось. Ютубовский народ, пока. Я надеюсь, что такие рецепты вам очень даже понравятся. Потому что залить эту баночку... Ну вот, 15 минут вы огурцы посолили. Зато сколько радости зимой вам это принесет. Если вам нравится то, о чем я говорю, я надеюсь, что нравится, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И мы всегда будем вместе. И на ваши вопросы я отвечу на все абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok